Здравствуйте! На телеканале Россия, Вести Москва, в студии Николай Зусик. Главные темы выпуска. Холодную воду за здоровьем и духовными силами. Православные сегодня празднуют крещение. Исторические облики, новые технологии. В столице устанавливают винтажные фонари. Авторы проекта уверяют, начинка будет самая современная. Мусор на полигонах дорогого стоит, а переработка дешевле. В столице создают целую индустрию отходов. Что это значит? Впервые в России свой день. Теперь есть и у снега. В Дмитровский район, чтобы покататься на лыжах и сноубордах, отправились сотни мусклечей. Для чего придуман снежный праздник. Так православные сегодня отмечают один из главных религиозных праздников – крещение. В столичных храмах проходят торжественные богослужения, а также великий чин на священие воды. Считается, что крещенская вода дает здоровье и духовные силы, а храниться может годами. Патриарх Кирилл по традиции совершил праздничную литургию и осветил воду в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Добавлю, что в столице оборудовали почти шесть десятков мест для традиционных купаний. С полным списком можно ознакомиться на московском портале открытых данных. Отмечу, что с каждым годом интерес к крещенскому обряду растет. В прошлом году в ледяную воду окунулись больше 90 тысяч человек. Сегодня, по прогнозам, эта цифра может увеличиться почти вдвое. Тем более, что к исконно русским традициям с удовольствием приобщаются и иностранцы. Как горожане встречают великий праздник, репортаж Ольги Соловьевой. Первый крещенский плеск воды и радостные крики начали раздаваться на площади Революции. Там поставили две дубовые купели. Староклассница Полина два года уговаривала родителей, чтобы разрешили искупаться. Наконец сдались. Ныряет, как взрослая, с головой. Чуть продрогшую смелую школьницу в широкое полотенце закутывает мама. Страшно было окнаться с головкой? Да. На следующий год еще раз пойдешь? Нет. Ольга отпускать дочь в ледяную воду не побоялась. Крещение – праздник особенный. Никакая хворь не пристанет. Я верю, что крещенская вода целебная. У входа в купели дежурили спасатели. И под джентльменский руку подавали, и инструктировали тех, кто в первый раз. Нужно сначала умыться, остудить голову, так сказать. И уже после этого окунаться с головой. В нескольких метрах поставили раздевалки. Мужские и женские помещения вполне себе просторные. Рассчитано на 10 человек. Стоит обогреватель. Достаточно тепло, поэтому можно и согреться, и как следует обсохнуть. Лонше Анре из Камеруна тоже христианин. Для него крещенское омовение впервые проходит в таких экстремальных условиях. Если человек живет на стране, он будет тоже заниматься традицией этой страны. Это за это я прекрасно, за традицией Россия. Это не водой родной для Анре раскаленной солнцем Санаги. Всего плюс 4, но он ныряет с головой. Как положено по обряду. Трижды. Мы африканские. Мы очень рады, что вы русские у нас есть. А вот прихожане храма Георгия Победоносца в эту ночь отправились на открытую воду. Крестный ход прошел по большой академической улице до стадиона наука. Для безопасности на всем пути перекрыли движение. Иордане прорубили в большом садовом пруду. Находиться здесь безопасно. Толщина льда до 30 сантиметров. Но, как говорят священники, для того, чтобы добыть чудесную воду, приходить к Иордане не обязательно. В 12 часов вода освещается везде. Каждый человек может взять и проверить. В 12 часов взять банку воды и налить с крана. И поставить ее, она никогда не испортится. Духовно очиститься, а заодно укрепить иммунитет в Тушине собрались сотни человек. Иордань здесь прорубили в форме креста. Всего таких купелей по Москве оборудовали 60. На прошлое крещение искупалось 94 тысячи москвичей. В этом году рекорд будет побит. Первые подсчеты показали, к этой особенной традиции приобщается уже больше 160 тысяч человек. Ольга Славьева, Петр Шмельков, Павел Гузунов и Олег Добин. Вести Москва. Важная информация для автомобилистов. С сегодняшнего дня еще одной точкой на карте платных парковок стала больше. Речь о Новоспасском переулке. Он расположен в Таганском районе между Садовым и Третьим транспортным кольцами. Включить переулок в зону платной парковки попросили местные жители, чтобы иметь право на получение резидентного разрешения. Напомню, зона платной парковки теперь включает больше 800 адресов. Час в пределах Садового кольца обходится автомобилистам в 60 рублей. А в пределах Третьего транспортного кольца 40 рублей. Столичные исследователи выясняют причины крупного пожара на северо-западе Москвы. На Левобережной улице сегодня ночью полыхали строительные бытовки. Огонь в считанные минуты охватил двухэтажные строения. Площадь возгорания в общей сложности составила почти полторы сотни квадратных метров. В течение трех часов спасатели потушили пожар, однако жертв избежать не удалось. В результате ЧП погибли три человека. Их обнаружили в одной из бытовок. День закрытых дверей. Посетители, пришедшие в зоопарк экзотических животных на Калужском шоссе, внезапно обнаружили, что зверинец не работает. Десятки животных уплотнили, а некоторые питомцы и вовсе оказались в заложниках. Как такое могло произойти, в ситуации разбиралась Дарья Окунева. Пришли в зоопарк. Здрасте. Хотели посмотреть. Зоопарк у нас во время не работает. Да? Жалко. Эх. Главный вход зоопарка на Калужском шоссе. На замке уже неделю. Без внимания дремлет рысь. Горный баран со скуки чешет рога о клетку. Тигр выглядывает из зимнего вольера. Не пришли ли его посмотреть? Не придут еще долго. Зоопарк стал полем боя за ареал обитания. Не между животными, между людьми. Приехало порядка 20 крепких молодых людей. Вошли на территорию, выгнали весь персонал с территории, за территорию. И закрыли ворота. В качестве аргумента у крепких молодых людей свидетельство о собственности на две трети зоопарка. Якобы землю со всеми постройками продал им партнер Дмитрия, Михаил. Но он показывает свое свидетельство. И уверяет, сделку не заключал. Его подпись просто подделали. Я могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что я ничего не продавал. Мы считаем, что это рейдерский захват. После вторжения Дмитрий, Михаил и десяток животных ютятся на трети зоопарка, которую сумели отстоять. Посреди экзоопарка захватчики уже начали возводить заборы. Межевание идет прямо по клетке страуса. Но прятать голову в песок владельцы не намерены. Готовят заявление в полицию и прокуратуру. Мешкать нельзя. На оккупированной территории остались заложники. Африканские ежи, камерунская коза и два десятка попугаев. У меня там четыре павлина. Это мне через забор придется этот прыгать. Я не могу, чтобы птицу не накормить. Остальных животных удалось переселить. Правда, серьезно уплотнив. Львята теперь живут по соседству с теми, кто в природе для них служит обедом. Броненосцами и обезьянкой. Дикобразы, они стрелять могут. Они могут в нее попасть своими иголками. Интервента, впрочем, проблемы обезьяны заботят мало. Обещают оппонентам затяжное судебное разбирательство. И уверяют, они сами жертвы мошенничества. Договором купли-продажи, где-то, по-моему, 6 месяцев назад мы его купили. Отец, скажем так, бывшего собственника, Алексей Борисович Волков, который вот все, знаете, мутит вот эти вот дела с землями, то он продает, потом возвращает, пытается вернуть все эти земли. Вот. Ну, занимается беспределом. Кто на самом деле занимается беспределом, должна показать подчерковеческая экспертиза. Она установит, подлинно ли подпись на договоре купли-продажи. Это исследование уже заказали обе стороны. Остается надеяться, что животные, находящиеся в стрессовой ситуации, доживут до его результатов. Дарёк у него Наталья Смоленская, Павел Глазунов, Олег Иванов. Вести. Москва. Столичным фонарям вернут их исторический облик. Меняют всё. Цоколи, кронштейны и сами светильники. Красота, но не только. Винтажный стиль световых конструкций на их экономичности не скажется. Начинка самая современная. Репортаж Александра Шишко. Медленно и очень осторожно. Одной рукой он держит огромный стеклянный шар, другой скручивает проржавевшие крепления. А служивший не один год фонари на Бородинском мосту решено заменить на новые. Светильник очень древний тут. Висят они на проволоке, которые вставляются вот под сюда. Плафоны, а ещё кронштейны и так называемые цоколи, что украшают опору внизу, теперь будут в едином стиле. Ажурные, отлитые из чугуна. Таким образом фонари приобретут свой первоначальный исторический облик. Тот, что был у них полвека назад и прекрасно сочетался со всей архитектурой моста и рядом стоящих зданий. Вот цоколи во многих случаях вообще не сохранились. Или просто стояли пластиковые цоколи. А если где-то и сохранились старинные чугуны, то, как правило, они уже распадались на две части. Чтобы восстановить исторический вид фонарей, понадобилось два года. Авторы проекта перебрали десятки старинных фотографий и чертежей. Внимательно изучили уцелевшие детали уличного освещения. Благо, почти всё это бережно хранится в музее «Огни Москвы». В сталинское время чертежи этих фонарей выполняли выдающиеся архитекторы. Такие как Щусев, Минкус. Это были профессора архитектуры. Перед тем, как отлить массивные конструкции для каждой, создавался 3D-макет. С помощью компьютера удалось воссоздать старинную эмблему мост-горсвета и утраченную верхнюю часть исторических кронштейнов. Теперь вновь на Бородинском мосту фонари венчает пятиконечная звезда в лавровом венке. Сложнее всего было соблюсти точные геометрические размеры. Мы не могли ни на йоту отклониться от того, чтобы каким-то образом не донести до нашего поколения вот этот колорит и красоту этой эпохи. Первоначальный облик довоенных лет уже появился и у фонарей на Большом Москворецком мосту, Большом Каменном, на Софийской набережной, у больницы имени Пирогова. И работа продолжается. Это будет касаться и Садового кольца, это будет касаться Бульварного кольца. Там, где эти цоколи исторические, которые были установлены в прошлом веке, находятся в настоящее время, которые требуют замены. Винтажные фонари только внешне. Копия исторических. Сделаны они уже по современным технологиям. В цоколь отныне не попадет мусор и не затечет вода. Металл защищен от коррозии, а сами лампы экономичные. Александр Шишко, Шушан Миносян, Антон Ситников, Андрей Савин. Вести. Москва. Но теперь о других событиях. Коротко. Московские власти намерены создать целую индустрию отходов. К мусорной проблеме решили привлечь частные компании. За чистоту каждого округа будет отвечать свой оператор, с которым город заключает долгосрочный контракт на полный цикл. От вывоза бытовых отходов с улиц до их полной утилизации. Вывоз отходов на полигоны обходится дороже всего. Поэтому ставку решено сделать на сортировку и переработку мусора. Для этого в Подмосковье построить сеть сортировочных комплексов. Москвичи смогут кататься вдоль валютных магистралей на лыжах. Прокладывать маршрут предлагают самостоятельно, поскольку специальная инфраструктура для этого не нужна. Впрочем, в префектурах заявили, что по заявке готовы проложить лыжню с помощью специального оборудования. Первая такая магистральная лыжня появилась рядом с Каширским шоссеем. Москвичи уже успели покататься по этому маршруту. Вскоре трассы проложат вдоль Волгоградки и Варшавки. Туристы из Крыма посетят столицу по специальным путевкам выходного дня. Сейчас в Комитете по туризму готовят специальный пакет, в который войдут не только базовые экскурсии по Москве, но и проживание в гостинице. Предложение будет бюджетным в пределах 5-7 тысяч рублей. К тому же сейчас идут переговоры с авиаперевозчиками о предоставлении скидок на авиаперелет. Жирянка Венерина-Мухоловка и южноамериканская Гриамфора. В аптекарском огороде открылась выставка «Сад хищных растений». В пальмовой оранжереи представлено больше 200 плотоядных представителей флоры. Красота их обманчива, растения умеют ловить насекомых, земноводных и даже мелких грызунов. Кстати, не все экспонаты прибыли из тропиков. Некоторые растения встречаются и в Подмосковье. Отмечу, что посетители выставки могут не только понаблюдать за зелеными хищниками, но даже покормить их. А те, кто предпочитает традиционные зимние забавы, собрались накануне в Дмитровском районе Подмосковья, чтобы отметить первый всероссийский день снега. Там, в отличие от столицы, оттепель не успела растопить сугробы. Так что сотни людей массово встали на лыжи и сноуборды. Антон Воронин присоединился. Во всем мире любовь к снегу – это прежде всего зимние виды спорта. Так что отмечать такой праздник стоя не принято. Поучаствовать в любительских соревнованиях на главную площадку приехало более тысячи человек. И большая часть – семьями. Искусственному снегу на горнолыжных склонах здесь радуются не меньше, чем природному. Заведомо в холодные дни работали все пушки. Четыре ретрака выкладывали и уравнивали все склоны. Поэтому ни один дождь не являлся помехой. Семья Володиных серьезно настроена на главный приз снежной эстафеты – свитер. Чтобы получить его, Егор, Марина и четырехлетняя Ева всю зиму ежедневно тренировались. Дело за малым – пробежать полосу препятствий быстрее конкурентов. Мы здесь каждый день гордыми лыжными занимаемся, поэтому мы уже в форме. Мы готовы побеждать, получать сапки. Я вот один раз побежал, уже устал. Но все равно подготовка дает о себе знать. Еще готов раз пробежаться. Ты плачешь. Почему вы избрали тактику не преодолевать препятствия, а нести их на себе? Такая жизнь. Маленькая. Хочешь жить, умеешь вертеться. Скорость была определяющим фактором и в главном состязании дня – горнолыжным слалами. Возраст участников, как и в других видах программы, значения не имел. Лучшее время в полификации показал школьник Сергей Бояркин. На лыжах спортсмен уверенно стоит уже 11 лет. А вот в жизни он торопиться не привык. В школу бегаю точно не быстро. В зависимости от того, куда мне нужно бежать, я составляю план своих действий, чтобы не опоздать. На тренировки точно не опоздал никогда. Всемирный день снега. Праздник довольно молодой. Отмечается с 2012 года. Его главная цель – привлечь к занятиям зимними видами спорта как можно больше детей. В России день снега прошел впервые. Но организаторы обещают – теперь в нашей стране это мероприятие станет традиционным. Антон Воронин, Александр Боткин и Владимир Зинуров. Вести Москва. В полной мере насладиться зимней сказкой. Скоро можно будет и в Москве. В столице сегодня возможен небольшой снег. В городе переменная облачность. Немного похолодало. В течение дня обещают до минус одного. С завтрашнего дня морозы постепенно начнут усиливаться. И к среде столбики термометров опустятся уже до минус десяти. Периодически будет идти снег. Развитие событий в следующем выпуске программы «Вести Москва» в 14.30. Не пропустите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова